Доброго времени суток всем любителям варкрафта в эфире Boney Warsite Goodgame.ru И 25-й, в это трудно поверить, но уже 25-й выпуск рубрики Best Replays Еще совсем недавно мы с вами готовили 10-й выпуск, 11-й, 15-й, и уже 25 выпусков за спиной Все это благодаря вам и вашей поддержке, друзья И прямо сейчас мы зачитаем новый список наших супергероев, щедрых саппортов Которые помогают выходу новых серий рубрики Итак, вместе со своей кошкой, которая лезет сейчас ко мне на стол Видимо, тоже хочет отдать мохнатую честь нашим щедрым донатерам Я читаю Solex, 2500 рублей задонатил Это самый крупный донат, просто невероятно большой в этой подборке Большое ему спасибо, написал больше реплеев Ну, если будет больше доната, то и реплеев будет больше Спасибо тебе огромное Или на та, 171 рубль Ну, раз нужно не только золото, но и лес Вот пожертвование в виде 171 деревянных Команда Best Replays подобрана идеально Спасибо вам за реплеи Спасибо большое А кошка пытается тут учинить микрореволюцию И кошка, ну пожалуйста, дай мне зачитать донатеров Иди отсюда Дальше поехали Аноним 100 рублей на похороны кота под подъездом Я чувствую, что второго кота буду уже хоронить, если она еще раз помешает Дальше Так, 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 естественно Во время записи нужно сразу же начать звонить аспиранту Это нормально, ребят, это нормально Ничего, я ничего не буду вырезать Вот пускай все будет так, как оно происходит в реальной жизни Полный симулятор реальной жизни для вас Дальше Сиксаксис 100 рублей закинул Кто нарушил закон, спрашивают Ну, точно не мы Иначе бы мы уже извинялись перед Кадыровым Назаров Егор, 18 рублей И кто все эти люди Я же просто Егор Улыбнись И если читаешь Всем добра и позитива Бонич топчик, шутки огонь Особенно про дыхающих рабочих на 1 мая Спасибо Ближе к 1 мая Повторим Друг Бобра 11 рублей закинул и ничего не написал Артем 100 рублей Спасибо за выпуск Зерлинг 100 рублей Или дан 6 Это вам не хухры-мухры Спасибо вам, друзья Могу еще сообщить номер секретного токена Который случайно влепил аспирант сюда Но не буду Это за отдельный донат Итак, благодаря этим ребятам И в частности Им и всем остальным, кто поддерживает Выпуски Best Replace Выходят в 2 раза чаще обычного Не 1, а 2 раза в неделю Ну, а прямо сейчас мы приступаем К нашему веселью 25-я серия Best Replace Полный вперед Доброго времени суток Еще раз всем страждущим С вами Банниур Варкрафт 3 Рубрика Best Replace Как обычно мы с вами обозреваем Самые топовые, сочные Повторы игр всех времен народов По Варкрафту Слеснулись Хуман и Эльф На карте, которую я не помню Как называется Но это, наверное, и не важно Вижу никнейм Эльфа И сразу пускаю Скупую мужскую слезу Это не кто иной Как олдскульнейший Эльф Паладин Который играл еще во времена Таких мастодонтов Как Холи Хуман Шрек, Сонки Стар Шейпт И прочих И Шейпов Май Харт Короче говоря Старая школа Варкрафта Будет сейчас Блистать Свои микро и макро Но против него Некто Лансер Хуман Которого я Честно говоря Не знаю О нем не слышал Да В общем Судя по всему Это скорее всего Какая-то старая демка Хотя карта-то Новая Может быть Паладин Время от времени Еще Нет-нет Да и поигрывает В старую добрую Варшулечку Так Они там что-то возвращались В 2010 На 3 месяца В общем Лансер Судя по всему Тоже какой-то Олдскульный джентльмен Который в 2010 В 10 он возвращался В Warcraft Понимаете Вы в 10 В школу пошли А он В Warcraft Возвращался Понятно В общем Играют два Каких-то мега Олдскула Одного из которых Я узнаю А второй Играет под смурфом Возможно Тут и есть Тот самый Американский Холли Хумен Или Шрек Или Сонки Или кто-нибудь Еще из Олдскулов В любом случае Первым героем Он выбрал Маунтен Кинга А это значит Ну вы понимаете Конечно же Что Демон Хантер Это Не тот герой Против которого Маунтен Кинг Чувствует себя Комфортно Поскольку Остается без маны Чуть Более чем Полностью За чуть менее Чем Две секунды Маунтен Кинг Выходит Из алтаря Но это Какая-то Старая школа Поэтому Здесь Дефолтных Таймингов Наверное Мы не увидим Криппинг с бараком Правда Эльфы придумали Еще до Иисуса Христа Поэтому Его Как раз Эльф использует А Хуман Использует Тоже Своё Изобретение Древнеегипетское В еще Докембрийскую Эпоху Пауэр Криппинг С ментами Вот одного Мента Он уже Не доконтролил А можно было Переназначить Фокус От крипов Перенаправить Его Проатаковав Своего Юнита Тем По которому Бьют Крипы Ну это Вам небольшой Лайфхак Играющий За Хуманов Да и вообще За любую Другую Расу МК Тем не менее С потерями Но забирает Лагерь Наемников Это очень Здорово Берет Хороший Девайс Здесь правда Тоже Магазин Обнесли Поэтому И Демонхантер И ДХ Могут Ой Демонхантер И ДХ Неплохо Да И Демонхантер И ДХ И Димка И Охотник на демонов Все могут быть довольны Началом игры Болт в Виспа Все правильно Чтобы не было Диспола И сейчас будет борьба За жреца Лестных троллей Который достался Судя по всему Неизвестно кому Мы не видели Шкалу экспириенса Врубает Импрофт Вместе с Монобертом Демонхантер Но тут же получает Шикарнейшее Филигранное окружение Готовимся поменять Павшего Почти в бою Футмена Но и Тролль-жрец Но Тролль-жрец Тоже падает В этом окружении Посмотрите Сколько жертв Хуман Принес На алтарь окружения Так и не смог Достичь своего Потому что Три стенки Из двух Футменов И жреца Лесных троллей Против Димки Это ничто Он их Легким ударом Копытца Разнес в щепки Но Надо сказать Что С микро У Хумана Все в порядке Он очень вовремя Заменял Юнитов В окружении Пытался даже Отводить То есть Все в порядке У него с этим делом Старая школа Рулет Костяные колокольчики Выпали Маутен Кингу Поэтому Футмены Сейчас Захилятся Без свитка Отлично Тайминговая Просветочка С обсерватории На которой Уже Находится Малиционер И Минус Одна Арча Сразу Мгновенно Будет Хуман Ставить Фаст экспанд А Эльф Уже Нажал Тир 2 И Через 2 Арчи Собственно Он летит К своему Второму Герою Но будет Либо Пуш снага Либо Может быть Какой то Еще иной Вид Может быть Эльф Возьмет Панду И будет Ставить нычку И крепится Ответов Много Еще один Маноберн У МК Уже точно Не остается Мана Ни на какие Молотки Легким Подзатыльником Демонхантер Еще одного Футмена Отправляет В могилу В недра Истории Скажем так First game Is sucks Пишет Лансер Мне что то Захотелось Саму Варкрафт Пошпилить Я наверное Сегодня Либо сам Либо с Севой Поиграю Can't Normally Micring You're Doing good Проявляет Вежливость Паладин В общем Этикет И игровой Такт У них У обоих На высоте I have Suckling Situation Not enough В общем Паладин считает Что у него Ситуация Не очень Удачная Но ему Возражает Лансер Что все Дескать У тебя В порядке И действительно Он перебил Довольно много Футменов И Большую Гавшу Ментов Половину Из которых Правда Лансер Потерял Я Forgot How to play Versus МК Половину Из которых Лансер Потерял На крипах Правда Но ничего Это тоже Можно записать В Дебет Эльфу Ага Русский Спалился Так Ну По буквам ЖВ Понятно Что это Какой-то Русский Олдскул Неужто Сам Хулиган Решил Поиграть В Варкрафт Непонятно В общем Мы Объявляем Объявляем В розыск Этого Хумана Объявляем Тендер На Расследование Этого Дела О секретном Русскоязычном Судя по всему Хумане С Никнеймом Лансер Дорогие наши Дотошные Пытливые Умы Отправляйтесь На свое Задание И нам Нужно Понять Что это За Игрок Сражается Против Паладина Вежливый Русский Это Крайняя Редкость Вообще По идее Он должен Был уже Матюгать Несчастного Паладина На чем Свет Стоит Но Возможно Весь Секрет В том Что Лансер Повзрослел И Юношеский Максимализм И вот Этот Холеричный Ушел в прошлое Паладин Действительно Забыл Как играть Против МК Поэтому Берет Для Пуша Фаерлорда И собирается Вместе С огненными Элементалями Пробрить Хуману Экспанд Что он делает В это время На собственной Базе Остается Загадкой Демон Хантер Врубает Эмолейт Который Всегда У него Импрув Получает Окружение И Из-под леса Пытается Уйти на Персоналочки Не Пропирает Это было бы Совсем глупо Кстати У Паладина 270 АПМ Довольно Прилично У Ланцера 185 Но Учитывая Что он Из глубокого Инактива Играет Это простительно Так Вот Футмена Не доконтроливает Надо было Отводить Сейчас Еще Можно Жреца Листных Троллей Подрезать Или Он Задиспелит Если У него Есть Мана На Диспел Вы знаете Я бы Ланцеру Советовал Меньше Общаться И больше Мик Потому что Он уже Потерял Несколько Рабочих Ни на чем И Вместе С ними Пало Жертвами Его Микро Его Репрессий В области Плохого Микроконтроля Еще Пало Несколько Футменов Так что Давай Больше Больше Клика Меньше Слов Молоток В дриаду Нет Молоток Облетел Дриаду И угодил Прямо В темечко Демон Хантеру Но В общем Это был Какой-то Странный Пустой Молоток Окружить Его Было Нельзя А Демон Хантер Естественно Моноберн Монтан Кингу Прописать С такого Расстояния Тоже Не мог А тут Отправляется Сводная Бригада Судя по всему Веспов И судя по всему Для Застройки Да То есть Никакого Тир 3 И Эльф Решает Ну так Полцкульному Увеличить Количество Деревьев В роще Ну правильно Забота Об экологии О живой Природе В общем Модернизация Местного Замкатского Парка Сейчас происходит В угодьях Хумана Эльф Вносит Свои Реновации Молодец Но Хуман Пока об этом Не знает О таких Щедрых Инвестициях И пытается Футменами Под щитами Окружить Демон Хантера И благодаря Невероятному Героическому Порыву Маутен Кинга Который Заткнул Последнюю Дырку В маршруте Отступления ДХ Ему это удалось ДХ улетел Но обещал Вернуться Естественно Его ставнули И в общем Хуман Со всей своей Брагой Кстати говоря Футмены Под дефенсом Великолепно Выдерживает Вообще Все Была бы Здесь панда Хуману Было бы Хуже Но Футмены Под дефенсом Это идеальная Контра К и дриадам К элементалям К вообще Ко всему Но Хуман Еще не знает О главном Сюрпризе Который У него Там готовится Он сам уже Помню Тир 2 Закончил Я Не успел Глянуть На мейн Здание Демон Хантер Убивает Очередного Жреца Лесных троллей Выдувает Поушин Или из колодцев Что-то выжрал Непонятно У УК нет Маны Только на баш Если пропрет Но под баш Окружать Это то еще Удовольствие Ну а эльф Убивает Единственных Кого Кто ему доступен Это жрецы И тролли Берсерки Поскольку Футменов Убить Практически Невозможно Еще один Став Демон Хантера Но день Колодцы Пустые Там магазин Наверняка У эльфа есть Да Он выдувает Еще один Пот Ахуман Всячески Отвлекает Эльфа От Хараса Собственной базы Не зная Что ему Готовится Такая Вероломная Мина Под своей Собственной базой Ну вот кажется Сейчас он Обо всем Догадался Вот сейчас Он все Увидел Думаю Нужно Отменять Тир 3 И срочно Строить Мортирницы Потому что С этими деревьями Могут сражаться Только мортиры Можно в принципе Наклепать Футменов С двух Бараков Поскольку У эльфа Нет Панды Так Пошла Первая Мортирница Вышечка Есть Кстати Надо строить Еще Десяток И футмены Под дефенсом Героически Принимают Атаку Энтов Такое ощущение Что я смотрю Властелин колец Если честно Так Менты Это напрасно Напрасно Пришли сюда Поскольку У них нет Щитов Щитов Им не выдали В собственном Министерстве Обороны На ментов Щитов Не хватает Вот было бы это В России То менты Бы приехали Встречать Энтов Уже даже В автозаках И объяснили Энтам Какие права И какие законы Они нарушили Просто Тем Что растут На этом месте Но поскольку Это менты В честные Доисторические Времена То никаких Щитов И автозаков У них нет И даже Электродубинок Нет Российское Министерство Обороны И МВД Были бы Недовольны Таким Ходом событий Паладин Прекрасный Прекрасный Герой Но не против Демон Хантера Тем более Первого Левела Палыч Просто Получит Один Моноберн На 150 И Станет Просто Толстым Дедом Который Может только Говорить Как британская Королева Он сможет Только править Но не сможет Властвовать Или наоборот Не имеет значения Демон Хантер Под инвизом Какой-то Вероломнейший Трюк Готовится У МК Есть мана Ровно На один болт И можно Ее зануть Был этот инвиз Так Мортиру Там Пытаются Подстрелить Копьями Козы Мортира Отступает Там Фаерлорд Прорывается К ней А вышек Нет А вышек То нет А как Как отбиваться Вышек Нет Футменов Ну нужно 2 барака Нужно 2 барака Причем 2 барака Где-нибудь в районе Вы смотрите У него 1800 голды Нужно как-то держаться Всеми отступать Ретрит Ретрит Из 2 бараков Клепать говшу Футменов На экспанде И только потом Атаковать А так он по одному Футмену Конечно не отобьется Прекрасная Мортира Просто проявила Чудеса меткости Здесь можно Кстати Да Демон Хантер Прорывается Врубает Имолейт Недоконтраливает Мортиры Свои собственные Ланцер Теряет Обе Хотя Мортира Номер 2 Умерла Героем И ей нужно Ставить памятник Она успела Шрапневным снарядом Накрыть Двух дряд Супостатов Маутен Кинг Маутен Кинг Врубает Телепорт И сейчас Вместе со Шметками А именно С двумя Милиционерами Это Дукалис И Ларин А Хуман Отправляется На экспант Дукалис Ларин И вот здесь Я вижу Еще затесался Полковник Петренко Среди них В общем Весь убойный отдел Удалось Эвакуировать С места Событий Ну а Мэйн Тем временем Тем временем Генпрокуратуру Несчадно Терзает Как мы видим Здание Полицейский Участок Подвергся Жесточайшим Репрессиям И расправе Да 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 Хулиганы Ломают Мебель Жгут Картины И Пририсовывают Усы К портрету Генерала ФСБ Мародеры Одним словом Так Ну что Хумана Отправили Снова В каменный Век По технологиям Он Наверное Благоразумно Решил Эту базу Отдать Потому что Вряд ли Он отбился Хотя Если бы Вовремя Успел Штампануть Еще пару В глубине Для того Чтобы Как раз Не дать Прорваться Героям И Чтобы Мортиры Могли быть Защищенными Как раз Из защищенной Области Стрелять По По Энтам Наверное Тогда Хуман Мог бы Думать О том Чтобы Отбиться Алтарь С паладином Тоже Разваливают И может быть Может быть Делать Это правильно Потому что Паладин Здесь Не нужен Честно Вам скажу Здесь Нужен Какой Нибудь Вы знаете Архимаг Аксаурой Там С Близзардом Хотя нет Близзард против Дрят Тоже Слабое Утешение Красавчик Здесь К месту Конечно А я Впервые Вижу Чтобы Использовали Так Демонхантер Демонхантер В качестве Разведки Видите В инвизе Стоит И Выполняет Роль Андедовской Шейды Так Я вот Думаю Кого Можно Было Бы Взять Второй Третьим Героем Хумана Против Эльфа С Демонхантером И Иммунных Магидрят Которые Еще и Диспелят Всех Самонов Хороший Вопрос Он Пока Остается Открытым С вашего Позволения Я В раздумьях Зато Демонхантер Не раздумывая Уничтожают Мортиру Правда Сейчас Болт Ловит Но Вовремя Его Став Это Друг Димка Друг Хорошо Иметь Друга Димку Доказано Еще Прошлым Выпуском Best Replace Снова Тут Ополовинили Хуманское Войско Тир 2 Лимит Слабенький Да Но Хуман Уже Забил На свой Мейн Он В общем Играет Теперь снова База В базу Может Даже Тир 2 Уже Нажал Потому что Ресурсов У него Достаточно МК Пытается Догнать Дриаду Это Вообще Безперспективная Затея А я Снова Вижу Безобразничий Демонхантер Гоняет Престов Здесь На вражеской Базе Лишился Всей маны Правда Вот Решительной Всей маны Но Вот Этой Побегушке Вокруг Турников Они Продолжаются Он играет С престом В салочке Или в сифу Как вам будет угодно Ну Сюжет Уже Нестандартный Да Здесь Уже Говорить О каких-то Стандартных Маневрах И советах Трудно Но Все-таки Я возвращаюсь Мыслей К герою Которого Бо Посоветовал Хумену В качестве Третьего Персонажа В своей армии Нужен ли он Тоже еще Большой вопрос Может быть Лучше Поскорее Получить Шестого МК Или пятого МК И Наконец Болтами Уничтожать Гладмак Как исключительный Саппорт Для МК Которая ему Ману Перекачивает Банкоманы Карманная Офшорный Счет По мане Но Кого взять Еще Вот вопрос Вот вопрос Вот дилемма Коллизия Эльф Кстати Выращивает Мничку У Хумена Теперь рудник Закончится Нескоро Поскольку Натурал Ему отменили А Экспанд Работает Не так давно Ну Относительно Рудника Основного Да Это вам не Даже не Кризис Падений Цен на нефть Это Что-то В районе Большой Экономической Депрессии В США В двадцатых Тридцатых Годах Прошлого Столетия Прям Очень Существенный Кризис Который Позволяет Эльфу Под шумок Поставить Экспанд Но он Как-то Долго Выращивает Как-то Долго Ведет Эльф Вообще Такая Раса Которая Ставит Нычки Это Даже Проще Чем Юнитов Заказывать Самая Крутая Самая Лояльная К макрораса Самая Приспособленная К нему Вот Наконец Добрались До Энтов Мортиры Расстреливают Энтов Хуман МК Под Энвизом Он кстати Пятого Левела И это Даст ему Какой-то Кое-какой Эффект Неожиданности Если он Под Энвизом Будет Молотки В голову Забрасывать Чедушному Фаерлорду Например Сейчас Можно Врубить Энвул Энвиз И Эврибади Летс Дэнс Как говорится Да Вовремя Стафают Его снова И МК Получает Монобер На соточку Но С Бладмагом Это не так Страшно Так Хорошо Реджубчик Вот его Диспалить Нечем Тут уже Ничего Не поможет Правда МК Все-таки Смог Пересилить Перебить Это лечение Передэмэджить Передэмэджить Его Сценарий Абсолютно Не тривиальный Но самое главное Что эльф Выращивает Нычку Ему бы Наверное Ну во-первых У него уже Там давно Тир 3 Естественно Потому что Медведи В форме С Реджубом В общем-то Я могу сказать Что у эльфа Сейчас все В порядке Этот Вероломный Вероломная диверсия С энтами Удалась И благодаря ей Сейчас у эльфа Большое преимущество По Технологиям Ну и сейчас Он в экономическое Преимущество Выходит Поэтому Хуман Не позавидует Здесь Очень хочется Выйти Но мы видим Что Мы видим Что время Реплея А именно Время видео Которое Вы сейчас Смотрите Еще далеко Не подошло К своему Пределу Поэтому Думаю Что Хуман Еще поборется Вот например Демон Хантера Можно попытаться Убить Как-то здесь Все потерял Эльф Ребята уже Не чатятся Заметили Да И Получает Левел Вот драй По-моему Да Или Левел Цвай Медведи Отлично Подстопливают Мортиры Блочные Медведи Где еще Такое Можно увидеть Став Хорошо Там Левел Драй Скорее Всего У Бладмага Это значит Что выкачка Мана Будет работать Еще более Успешно Да Хуман Тут Экспанд Построил Подшумок Как-то Справляется Со всем Этим Лансер Видно Что у него Есть большой Опыт И Его не смущают Какие-то мелкие Неурядицы В виде Потери Тир 3 Мейна Тем временем Закончился Рудник У эльфа Он собирается Перевести Экспанд Ну я думаю Что будет Переводить На левый Рудник Закрипив Там Предварительно Точку Конечно Файерлорд Это Очень слабое Решение Для макро Герой Откровенно Говоря Абсолютно Бесполезный Исключительно Для пуша Хорош Я бы все таки брал Скорее всего Архимага Третьим героем Хуману Исключительно Из ауры Которая Позволит Престам Диспелить Элемов Бесконечно Даст Бесконечный Инвиз Для 40 Ну и опять же Уже есть Куда залить Близзард Здесь Что появились Медведи С рядами Разбираются Мортиры А нычка Эльфа Так будет Топать Где-то До Третьего Пришествия Христа До второго Она не успеет Я думаю И нычка Топает Как раз Судя по всему В направлении Правого Экспанда Осталось Еще много Некрепленных Точек А у Хумана Закончился Экспэншн И ему Нужно Думать О второй Базе Снова Да Туда Уже Направились Менты Хорошо Что они С эльфом Размянулись Так Проверяем Здесь Здесь растет Дерево Хуман Говорит Так Тут Занято Давайте Ставить Здесь И здесь Кстати Говоря Красавчик Получит Левел Наверное Уже Фир А может И фюнф Как Пойдет Отводит МК Которым Уже Не нужна Экспа От Крипов Да Ну В общем Вопрос Только В том Что У эльфа Лучше Все По Технологиям Хуман Остается На Тер 2 Но Неизвестно Появилось То есть Успел ли он Качнуть Мортиром Картеч Когда у него Был Тер 3 Так В общем По анимации Я не могу Определить Потому что Мортир Очень много Они стреляют Снаряды Друг в друга Попадают И Оставляют Эффект Картеч Хотя Неизвестно Есть Она У него Или нет У МК Кстати В замете Есть Анг И Есть Мини Эмаляция Демон Хантера Так что Медведям Будет Непросто В этой Жизни Нет Убежит Прист Прист Убежит Он должен Убежать Нет Не Убежит Ах Чёртов Охотник На Пристов Прист Не Демон Почему Ты за Ним Гоняешься Так Эльф Вообще Непонятно Куда Тратит Свои Ресурсы Потому что У него 5 Дряд Всю Игру Наблюдаются Ну максимум 2 Медведя Лишних Не знаю Там уже А куда Делся Подождите А куда Делся Экспанд Ну в смысле Мейн Эльфийский Непонятно Хуман Кстати Может Тепнуться И попробовать Защитить Базу Но Медведи Очень живо Развальцовывают Разбирают На шурупы И Арматуру Нычка От Хумана И вот там Кажется Да Вот Только сейчас Притопала Нычка От Эльфа То есть Очень Синхронно По макро Ребята Очень здорово Ориентируются Понимают Уже Пустырь Бесполезная База Куда Приходит Сейчас Эльф Там Уже Никого Практически Не осталось Но Сломать Хуману Еще раз Производство И технологии Это Святое Дело Каждого Эльфа У Эльфа Кстати Получается Не осталось Сейчас Вообще Никаких Ресурсов Экономического Инкама Пока Рудник Не оплелся А что Касается Военной Мощи То Ну Где-то Здесь Наверное Поровну Медведемых Надо бросать Вначале Выкачивая Ману Из них Нет Эльф Не решается Здесь Сражаться И может быть Правильно Делает Потому что Слишком уж Много Хумана Там И кастеров Много И сзади Мортиры Позиция Неудачная Мортиры Бы все Расстреляли Остроухам Так Ну что Экспеншн На Экспеншн Синхронно Макрятся Наши Оппоненты И Однам Должное Смотреть На Матчи Олдскулов Доставляет Невероятное Удовольствие Это Одно Наслаждение Потому что Ребята Очень четко Понимают В игре Посмотрите Они очень Здорово Действуют Ориентируются В нестандартных Ситуациях Принимают Правильные Решения Да Где-то Может Там Не до Микри В некоторых Моментах Может быть В начале Но Помним Что Эльф Регулярно Всех Стафает Кого Надо Героев Из-под Молотков Хуман В общем Тоже Старается Не терять Юнитов В общем Все Происходит Довольно Стройно И Естественно Дряды На харассе Отсюда Они уже Не уйдут Что Подъезжают Мортиры Эльф Пытался Дрядами Немножечко Похарастить Экономику А где же Его боевой Лимит Но эти Дряды Сейчас Погибнут И Дадут Там Почти Шестой МК Вы понимаете Вот это Ошибка Наверное От Эльфа Нет Он конечно Хотел Под шумок Это сделать И когда Дряды Увидели Подошедшую Гавшу Хумана Они поняли Что Шумка Не получается Но зато Здесь можно Попробовать У Эльфа Сейчас нет Лимита Судя по всему У него 56 лимита Показывает Но я его Не вижу Это как Деньги На помощь Многодетным Семьям Они вроде Есть Но многодетные Семьи Их не видят Да А весь лимит Рассеян по карте Как мы видим Вот Медведя Отдал Еще Медведям Разведывать Так себе Идея Там МК Уже Остается До шестого Левела Совсем Чуть Я бы В этой ситуации Уже поставил На Хумана ТТ Пишет Эльф Да Два героя Вижу Больше ничего Не вижу Где 56 лимита Непонятно Фаерлорд Ловит Слоу Сейчас Ее будут Ставать Готовится Ждет Молотка Демонхантер А Собственно МК 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 В инвизи МК В инвизи И ждет Сейчас Хуман Чтобы Поддамажить Фаерлорда И потом Уже дать ему Последний Молоток На двух героев Эту гавшу Не вывести С такими героями То есть Фаерлорд Здесь вообще Бессмысленное Существо Этих товарищей Можно еще И себе Подчинять Почему-то У меня Исчез Звук Я не знаю Это так и должно быть Я готов У меня еще Звук Ребят Ладно Комментим Без звука Да нет Не может Такого быть А что же Со звуком А что же Со звуком Товарищи Дорогие Так я пытаюсь Понять Нет Это точно Не у меня Проблема Я просто Проверил То есть Звука в игре Нет Но я По прежнему В эфире Звук По прежнему Пишется И значит Будем комментить Ребят И без звука Тоже справимся Демка То еще Продолжается И довольно Долго А в это Время Мы увидели Что эльф На последние Ресурсы Успел Наштамповать Трех Горных Великанов Трех Ребят Умная Армия Пишет Я готов Пишет Хуман Так Ну хорошо Нет На самом деле Очень неплохой Вариант Горные Великаны Против Большого Количества Кастеров И спеллбрейкеров Сейчас они Еще по дубине Вырвут И начнут Лупить Их Почем Зря Болт В них Не кинешь Не знаю Там у них Качают Я не обладаю Точной Информацией Но слышал Что у них Можно прокачать Спелл И прочие Моменты Приятные Думаю Что они Прокачаны Сейчас Блин Битва Продолжается Я не понимаю Откуда у Палагина Берется Армия Но он Откуда Штампует Начинается Битва Всех Ремен и Народов Монтан Джайнты Пока Просто Наблюдают За всем Этим В МК Вгрызся Демонхантер Файрлорд Медведь В беннише Еще один Бенниш Молоток На медведя Его нельзя Диспальнуть Но Диспальнуть Его можно Дриадой Его нельзя Ставнуть Наверное Под беннишем Вот Сейчас Ставает Грамотно Маутен Кинг Маутен Кинг Терпит Очень сильно Дамажили Его Демонхантер Файрлорд МК Шестого Левела У него Нет Совершенно Мана Есть Правда Крест Я бы Все-таки Рекомендовал Как-то Спилбрекер Просто оказался Сволочью И Жув Закинул Не на МК А на Сорку Не Чувствует Он Проблем Своего Генералиссимуса Так МК Снова Вгрызается В медведя Высасывается Мана У Файрлорда Нужно Закачать Ее В МК Закачать В МК Ману Он нажмет Шестой Левел И тогда Сможет ХП Немножечко Прибавить Но Не доконтраливает Хуман Минус Главный Герой Правда Все происходит Под таверной И должны быть Деньги Сейчас на Воскрешение МК У Хуан У него же Анг Конечно Я же сам Об этом Очень долго Рассказывал Не остается Больше сил Три горных Гиганта Они переживают Все эти катаклизмы Могут еще Долго жить Им бы конечно Дрыны повырывать С дрынами А и вот они Еще не качнули Себе Спелл и Мьюн Поскольку Их закидывают В Бенниш Демон Хантер Там тоже Шестой Левел Кстати уже близко У Демон Хантера Может быть уже есть Потому что Нет Вот остается Буквально Два кастера Если Демон Станет шестым Он врубает Н вул И на последние деньги Начинает лупить кастеров Он сейчас станет шестым Он сейчас будет А мы помним Что он вам не Демон Шестого Левела Есть шестой Левел Демон Хантер Но нет маны На ультимейт Теперь надо уйти Где-то забрать ману И нужно высасывать ману У него МК там тоже уже в форме Воскрешенный Злющий Если у него мана на болт Сейчас бэш Бэш пропрет По Демон Хантеру По бегушке И Нет Демон Хантер держится На почтительном расстоянии Копит ману У него высасывают Последнюю ману Не потому Забашил Маутен Кинг В общем Дриада пала Но Сохранила своего Предводителя Живым Тоже Дриада героическая И тоже нужно давать Медаль За спасение Генерала В этом сражении Но сейчас Демон Хантер придет У него есть Мунвелы Он шестого Левела Он готов Он чувствует Он знает Он ощущает Маутен Кинга Тем временем Отпустили Анаболики Фенобарбитал И МК В общем Хуман Считает Потери Самое смешное Что убить Экспант Убить экономику И выиграть Игру Собственно говоря Можно сделать это И тому И другому Но они Сражались Все это время На таверне В центре Хотя У обоих Совершенно Не защищены Добывающие Экспеншены Ничем Вообще Просто приходишь И убиваешь Но для этого Нужно конечно Иметь армию И какой-то Обходной маневр Демон шестой И в следующем Сражении Поверьте Кастером Хумана Будет гораздо Больнее Чем в предыдущем Из-за того Что не хватило Мана у Димки Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ага Восемь тысяч Здесь Восемь тысяч Здесь Еще довольно Много ресурсов Можно построить Армию С нуля Маутенкинг Видит шестого Демона Демон выкупает Инвул Сейчас конечно Инвулу важнее Свитков Потому что Здесь нет Массово поражающих Заклинаний у героев Кстати говоря Через Баниш Болт Можно убивать Скорее всего Уже медведей Потому что Там пятого Левела Красавчик И вы понимаете Что Пятый левел Красавчика Там Второй Бенеш Третий Болт Он не должен быть Минус медведь Практически Минус медведь Демон Под АМШ Врубает Врубает Мега форму И начинает Разносить Чи Просто всем Подряд Его никто Никто не может Убить Демону Нужно работать Не по Маутен Кингу Ему нужно Работать По кастерам Правильно Демон Хантер Приключается На престов Нужно Сейвить Очень здорово На пригорочке Престы стоят И сейвят Друг друга Маутен Кинг Получает Залп От эльфийского огня Престов Не хватает Лечения Маутен Кинг Судя по всему Прочитал там Свиток И у него Остается очень мало ХП Демон Хантер Прописывает ему Еще один Моноберн МК без маны Просто жирный Клоп Бегает на теле Родины В Бенниш Кидают Наконец-таки Догадались Демон Хантера Это же демон Это же демон Это же демон Да Наконец-то Догадался Хуман Что можно Демон Хантера Бросить А там МК В это время У него остается Совсем мало ХП Его стафают На последних На последнем Издыхании Стафают На базу Демон Хантер Возвращается Из Бенниша Как Будулай И давай Минус Мортира Нужно убивать Кастеров Минус Маутен Джайант Шестого левела Там Феникс Будет у Красавчика Сейчас Феникса Вызовет Вызывай Феникса Не прогадаешь Но ему там Сразу прописали Моноберн Феникс Нет Ничего не прописали Вот он Феникс Друзья Православный Вылетел Сейчас Жарптица Всем расскажет Почем фунт Изюма Очень жесткая Атака Очень Большой ДПС У Феникса Погоня за Красавчиком Красавчику плохо Демон Если его догонят Ему трындец Придет Но Красавчик Как-то уходит На последний ХП У Хумана Все просто Вот полный Сумбур Неразбериха Суматоха Переполох Никто ничего не понимает Армия без героев Преследует Демон Хантера Понимает что Что мы делаем Бежать назад Срочно Феникс Феникс готовится Приватиться в яйцо В яйцо Там красивое место Выбрал Хуман для яйца Отложил яйцо И Русалки с престами Конечно Напрасно там Тусят В этой Африке Очень много волков Гориллы Очень злые крокодилы Не нужно Без Маутен Кинга Туда вообще Соваться А тут вообще Просто понимаете Уничтожают Уничтожают Наконец Таки Про Нет не продакшн Уничтожают Именно Инкам Экономическую базу Хуману Приходят Два кастера Защитить Но вы же понимаете Тут Феникс Правда Сражается У него снова Заканчивается ХП Маутен Кинг Молоток Маутен Джайанта Уже не важно Какого Ой-ой-ой В яйцо Береги яйца Бьет по яйцам Хуману Сейчас Эльф И Феникса Еще какое-то время Мы не увидим И кажется Эльф продавливает Здесь Хумана У которого нет Второго героя Он там Непонятно где Престов надо Уработать Последних Хуманских Престов Хотя у Хумана Есть еще Небольшой Инкам Но Он уничтожается Несчадно Маутен Кинг Башем Дриаду убивает Прибегает Красавчик Нужны молотки У Маутен Кинга Ни черта нет Вообще Маны нет Совершенно Перекачивает ему Ману Нужно болты кидать В Демон Хантера Я не знаю Приходят две сорки Контроль 40 Контролях Какой-то Бесконечно Долгий Экшен Здесь у нас происходит Дриаду Стафаем Сами улетаем На ТП Одну Одну Господи Сорку потерял Лансер Вот это Олдску Вот это Дедушки Дают Жару Да Пришли Два дедушки Поиграть Вспомнили Молодость Называется Песочком Насыпали Здесь на карте Есть еще Порох В пороховницах Кстати Помимо пороха Есть еще Один Экспеншен Пустой И может быть Эльфу Надо задуматься О том Чтобы По-тихому Лансер Делится Своим Восторгом От происходящей Игры Эльф Ему вторит В общем Дедушки Что называется Наслаждаются По полной Программе Вспоминают Молодость Свои лучшие Годы Когда трава Была зеленее А небо Как известно Голубее Демон Хантер У него Откатился Уже ультимейт И он готовится К еще одному Подъезду К Хуману Под ультой У Маутен Кинга Ну бесполезный Конечно Седьмой левел Вот у Демон Хантера В любом случае Это будет полезно Поскольку Можно например Врубить эмоляцию У Маутен Кинга Есть клап Которые На которые у него Маны не хватит В любом случае Поэтому седьмой Димка Конечно Предпочтитель Седьмого МК Но МК Кажется Тоже откатился Ультимейт Должен Откатиться Ультимейт По идее Жуть Что творится Вообще Так МК Понимает Что эльф Снова приходит К нему на базу Врубает Врубает Ультраформу В ультраформе Ему нельзя Прописать Моноберн По спелам Юнин Абсолютно Очень толстый Страшный С другой стороны Армия Начинает Но Бенниш Болт нужен Демон Хантер Тоже врубает Ультимейт И начинается Великая Сеча Два огромных Мне напоминает Это все Сериал Могучие Рейнджеры Помните Когда там Гигантские куклы Друг с другом Сражались Вот и здесь Тоже Две гигантские Годзиллы Друг другу По щам Отвешивают Но Маутен Кинг Уже потерпел Немножечко От демоджа Демон Хантер В Беннише Перманентно Очень грамотное решение Минус Фаерлорд Там просто Исчез он Возможно через болт Ну точно через болт Конечно же По другому Никак Из Демон Хантера Высасывают ману И мы теперь понимаем Что связка МК Красавчик Она перспективнее будет Чем связка Демон Хантер И кто угодно Поскольку Демона Держат В Беннише Понимаете Это просто Имбаланс Демон Я не знал Я не думал Я не представлял Эту опцию себе Теперь я буду знать Шестой демон Вообще не страшен Хуману Из-за Бенниша Опять же Через Бенниш Болт Можно Этого Несчастного Фаерлорда Убить С одного Залпа Ох Отличная игра Оба игрока Наслаждаются По прежнему В чате Друг перед другом Стелятся в комплиментах Крайне культурные ребята Никаких тебе Никакого тебе ругания Никакого тебе Обзывания Соперника Поливания его Помоями Унижения Измывательства Над ним Нет Просто Только вежливое Общение Видно что ребята Получают Истинное Искреннее Удовольствие От игры У эльфа Много леса Но мало Золота А хуман А хуман У хумана Чуть более Сбалансировано Все по ресурсам Ну эльф Собственно говоря Уже Наоборот У эльфа Много Золота Много леса И эльф Уже особо Ничего не построит У него и продакшена По моему Там уже нет Но тем временем У хумана И у хумана Уже Нет совершенно Никакого Инкама Поскольку ему Уничтожают Уничтожают Последний Работающий Экспанд Хуман Приходит На мейн к эльфу Благодаря которому У него хоть какие-то Технологии есть Ферри драгоны Кстати Которые иммунны К болту Может быть это Отличное решение Потому что их убить Некому В этой армии Как же они Думают об игре Как же они Четко принимают Решения Ферри драгоны Плюс они могут Превращаться в Ну вы поняли В яйцо И бить по всем Кастерам Очень грамотно Соображает По игре Паладин Но тем не менее Он теряет Теряет Мейн Последний Ферри драгон Вылетает Из Экспанда Ну в смысле Из древа Ветров И собственно Два Ферри драгона Но у эльфа Есть еще Одна нычка Секретная О которой Хумен Не знает Это бывшая Его Кто мог подумать Что на Какой там уже Минуте На 43 Минуте Игры Эльф Построит Базу На бывшем Мэйне Хумена Вы это можете себе Представить Вообще Совершенно Наркоманская Игра Сумасшедшая Психоделика Полная Никакого Стандарта Никакого Шаблона Герои Файрлорд Необычные Составы Армии Мы уже Видели Здесь Всех Маунт Джайантов Видели Медведи Идрят Всех Пробуют Эльф Вот сейчас Ферри драгонов Построил Хумен Тоже Он так и не дожил До своего Тир 3 Он играет На тир 2 Лимите Но как-то На нем Живет Представьте Кому Рассказать Что против Шестого Динки Вы Ваша Тир 2 Гапша Вообще Каким-то Образом Будет Выживать Шестой Красавчик Там скоро Кстати Файрлорд Будет Шестым И Вулканом Можно будет Кастеров Еще больше Раскидывать Оставил Почему-то Древо Ветров Хумен Эльфу Видимо Ну Хумен Наверное Ничего не подозревает О нычке О тайной Секретной Нычке Эльфа И вот там Еще сверху Тоже что-то Заложилось Надо чаще Чекать Потому что Непонятно Что это Тем временем Еще один Локальный Местный Конфликт Снова Бенниш Демон Хантер И болтами Можно раскидывать Бесконечно По Файрлорду Он Трех Болтов Не переживет Я вам Это гарантирую Кидай Болты Вася Перекачивай Ману Перекачивай Перекачивай Ману Кидай Болты Не в Того Блин Отлично МШ Летящий Молоток Юзает А МШ Очень Грамотно То есть Его можно Диспелить Но на него Нельзя закинуть Банниш Когда Демон Хантер В АМШ Он В форме Начинает Рубасить Все еще Остатками Своего Ультимейта Мелких Кастеров Мелких Кастеров Хумана И там Приближается К шестому Левелу Файрлорд Снова Весь Фокус В Демон Хантер А МШ У него Заканчивается Нужно Отступать У Маутен Кинга Мало Маны Вообще Здесь Очень Мало Маны Поскольку Два героя Сосут Несчастно Несчадно Вообще Сосут Один сжигает Другой Сосет И Все Обезманенное Здесь Как же Не хватает Архимага Но он бы Сдох Уже Конечно На этом Этапе Если Появился Из Залтаря Не дай Бог У Хумана Фэрри Драгоны Фэрри Драгоны Почему Нет Посмотрите По ним Никто Не может Нанести Дэмэджа Кроме По моему Феникса Феникс Хотя Магическая Атака Я не уверен Что по ним Вообще Работает Магическая Атака Но только Да Только Дэмэдж Красавчика Получается Фэрри Драгоны В это Время Перебивают Всех Кастеров Всех Кастеров В округе И там Неизвестно Какого Левела Сейчас Да Ну Кстати Хуман Тут Погодя Нашел Экспанд Эльфа Работающий Сейчас Он его Работает Тем Чтобы Экспанд Эльфа Реформировать Снова В дрова Ооо Там еще Нычка Сверху У эльфа Работает Эльф Старается Макриться Как может Хуман Я вижу Тоже Отстроил Свою Добывающую Базу С левой Стороны И снова Они получают Инкам Это какая-то Безумная Бесконечная Игра Где Каждый Из игроков Успевает Макриться И Из Очень Неприятных Ситуаций Выруливать Когда у них Казалось бы Ну уже совсем Все плохо Вертолетов Подстроил Чуть-чуть Хотя бы Пара вертолетов Против Фэридрагонов И Начинается Битва По Фэридрагонам Они уничтожают Феникса Еще один Вертолет Прилетает Демон Хантер Ну когда там Уже 6 левела Будет Фаерлорд Да е-мое Уже половину Армии Перебили И снова Начинается Замес Ждем Ультимейтов Выкачивает Ману У Фаерлорда Надо Перекачивать Ее в МК МК Нужно кидать Болты Перманентно Как только Закачивают Красавчики Ему ману Мортиры Стреляют Но демону Восьмому Вообще Плевать На эти Мортиры Или какой Там Седьмой Вот Восьмого Левела Маунтен Кинг Красавчик Должен Умирать Да Вот это Правильная Цель Не нужно Сражаться С МКой Бей Бей Блодмага Сейчас Болт Прилетит Минус 142 Моноберн Но Баш Пропирает Еще Пара Подзатыльников Нет Маны На Бенниш Нет Последнюю Инвиз Сорка Кидает На Красавчика Демон Хантер Где Снаф Минус ДХ Минус Красавчик Где Маунтен Кинг Маунтен Кинг Там Битый В щи Где-то Под Инвизом Но У него Блин Что Опять А Его Просто Заставнули Перед Смертью Красавчик Успел Его Заставать Вот Куда Ты Делся Ох Бог Ты Мой А Откуда Уэльфа Что Почему Как Что Тебя же Убили Тебя же Ты же Как же Когда Короче Возможно Я Прозевал Анг Возможно Я Прозевал Хрен Еще Знает Что Да Там Уже Седьмой Седьмой Firelord Ну Как Он Выжил Кто Ни Можешь Сказать Непонятно Ох Напишите Потом В комментариях После Игры Нет Я Я Я Потом Нет Я Вместе С вами Потом На этот Момент Перемотаю Это 48 48 Минута Примерно Я Хочу Посмотреть Каким Макаром Там Ж Убили Ну В общем Очень Много Экшона Произошло Вот В один момент И Я Не Заметил Каким Образом Выжили Эльфийские Герои Ладно Они Как То Живы Красавчик Уже Выкуплен Судя По Всему Из Таверны И Продолжается Этот Махач Неземного Масштаба Я Не знаю Мне Оказалось 23 23 Выпуск Это Верх Вообще Но Здесь Здесь Просто Какой То Знаете Деревенская Драка Мужиков Оглоблями На протяжении 48 минут Экшен Происходит У меня Уже Просто Не остается Сил Это Комментировать Но Какое Великолепие Какая Игра Какие Там уже Талонов Пробует Эльф Понимаете Он еще Талонов Не строил Все Еще Одна Нычка Последняя Работает У Эльфа Хумана Экспанд Я вижу Там Кое Как С горем Пополам Добывает И Снова Начинается Битва Нашел Слабую Точку В армии Хумана Эльф И снова Вгрызается В красавчик На него Кидают Вешают Сайленс Фаерлорд И он Не может Косануть Бенниш На себя Еще Чуть Его Может Ставить Маутан Кинг Да Его Ставают Но Последним ХП Просто Маутан Кинг Кидает Болт Фаерлорд Там Умирает Он Должен Да Как Ты Выживаешь Твою Мать Бежит За ним Въезжает Телепорт Маутан Кинг Сражается Против Демон Хантер А теперь По честному Ооо Куда Ты Тепнулся А больше Тепаться Некуда Господи Умирает Фаерлорд Но Демон Хантер Вместе Со всеми Но скоро Закончится Форма Он нагрит Зачем То Крипов Я не знаю Зачем Он нагрит На себя Крипов Видимо Чтобы Они Побили Эльфа Нажимает Персоналет Улетает Красавчик Ооо Мой Гад Об Пощади Игра Пощадите Меня Олдскул И Я не могу Больше Так Снова Болт В Демон Хантера Маноберн Нет Маны Маутан Кинга Сейчас Нужно Снова вешать, но красавчик вызывает снова этого долбанного феникса и снова атака по красавчику, все правильно, демон хантер Димка может зарезать красавчика, у него должно хватить, там болт, нет, там баш баш, или баш, или болт, ну как он ману накопил, нет, там был баш, скорее всего один удар остается демон хантер, он бежит к спасительным колодцам, его не догонят, а в это время 4 фаер драгона минус демон хантер о май гад 4 фаер драгона не дают отрегениться красавчику, вы понимаете они просто держат его на одном и том же уровне хитпойнтов ха-ха оооох что же я маленьким не сдох случай с блодмагом напоминает мне ситуацию в больнице, когда лечения Приводит к потере Изначального здоровья Вот так же и у красавчика Вроде он лечится, но на самом деле калечится Там вулкан что ли под шумок вызвал Фаерлорд, судя по всему там все горит Ооо, Демон Хантер Маунтан Кинг с Фениксом приходит На мейн, там Тир 3 уже Опять у эльфа, да как они деньги находят На все это, черт возьми Да, там был вулкан Судя по всему И несчастный красавчик под шквалом От атак Ферри Драгонов Я уже не могу сказать что там у Хумана По экономике, по армии, у него 9 МК И я не могу понять где у него Продакшн, где произведение знаний, будет ли у Хумана Вообще еще армия, но Демон Точнее эльф строит все Все вот, ну последнее что может Поставить это Ферри Мать его Драгонов и они по прежнему Держат Бладмага На 150 ХП И в это время прибегает Так, тут все-таки, все-таки персоналочка Хочет разогнать Драконов Потому что там они уже передемеджили Лечение заканчивается уже там, я не знаю Это бесконечная просто волынка А болт кинуть Ферри Драгера нельзя Малтен Кингу нужна арба Чтобы это остановить Он ничего не может сделать Оооо О пути не путю, да Ситуация О пути кричит красавчик Не путю орут Ферри Драгоны И Перебивает лечение Здесь Харас от Господи огненных элементалей Ааааа Это безумие какое-то Совершенное безумие Варкрафтерское Ой А тут поймали, поймали Фаерлорда Ему надо бежать Да, вешает Сайленс на МК И на утек бежать Что есть мочи МК его, кстати, сейчас догонят И самый главный вопрос для эльфа Есть ли у тебя Демон Хантер А МШ шикарный По-моему, в болт он его и занул, да Если не ошибаюсь, то в болт попал Ооо Где? Так, я хочу посмотреть Где же Дай, плиз Умри, пожалуйста Выходит Демон Хантер Кар из алтаря И начинает лупцевать Маунтен Кинга Еще инвул есть Умирает, умирает Красавчик Тем временем под гнетом Ферри Драгонов Маунтен Кинг битый Господи, господи Как все разворачивается Демон Хантер Свеженький И И он Он да, он умирает Просто толпа Ферри Драгонов Запинала несчастного красавчика Не отпустили его Из хилинга ГГВП, бро Пишет Хуман И выходит из игры Ооо У меня нет слов Это 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 Невероятная игра Я Я просто в шоке Я хочу Я хочу И хочу посмотреть на 48 минуте Что все-таки там произошло В этом замесе Потому что По моим данным Умирали герои Итак Что у кого есть У МК Есть персоналка Ну да Персональный став И все У красавчика Есть Став Понятно Что есть у Вот Демон Хантер Здесь Как он выжил Смотрим Внимательно Погоня за красавчиком Красавчик Инвиз Врубает Став И Да Вот здесь Явно умирает Демон Хантер Я же видел его смерть Неужели у него был анг Что А у него анг был Да У него был анг Ну теперь все понятно Слишком большое количество Анхов на этой карте Я анхуел от их количество Если Позволите мне Такой эфемизм В общем друзья Это была совершенно безумная Фантастическая игра С фееническим набором Экшена С невероятным набором Армии С героями 9-8 Я надеюсь, вам понравилось Это был очередной внеплановый выпуск Рубрики Best Replace Я хочу попросить всех поставить Этому выпуску 1200 лайков Мы будем каждый раз Немножечко поднимать нашу планку И благодарю всех, кто поддержал Напомню, что благодаря вашей поддержке Дорогие друзья Выпуск регулярной систематичной поддержки Выпуски Best Replace выходят в два раза чаще Ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте В группе ВКонтакте появляется Вся информация о нашем проекте Все серии, все планы Все цели Проводим там конкурсы, розыгрыши Шарады И самое главное, там есть набор всех демок Нашей рубрики И не видеороликов с моими комментариями А оригинальных демок И самое еще более главное Там есть зал славы В который попадают Абсолютно все саппорты Нашего проекта Но первые пять саппортов Попадают на пьедестал почета Пять самых щедрых саппортов За все время существования Этого Этого проекта Все На этом, пожалуй, мы будем с вами прощаться Надеюсь, вам понравилось С вами был Баневур В воскресенье Вам будет большой сюрприз Но об этом Об этом вы узнаете Только в нашей группе Возможно, не узнаете напрямую Но сможете догадаться По постам В нашей группе ВКонтакте Вступайте Все ссылки есть в описании к ролику До новых встреч До новых каток И подписывайтесь на мой канал Там говорят правду О Варкрафте Субтитры создавал DimaTorzok